Вы когда-нибудь играли в самую первую версию карманного издания Майнкрафта? Помните, какая она была когда-то? Она была настолько сырая и негакущая, что манила к себе новых игроков, желающих поиграть в Майнкрафт не только в дома, но и в школе на переменах. Сегодня я покажу вам три версии Майнкрафта на телефонах, и вы увидите, как он менялся, как он старался быть оригинальным и не похожим на Майнкрафт на вашем компьютере. Давайте проверим, какой же Майнкрафт на телефонах лучше? Старый со своими ништяками, или же такой же, как и везде? Надеюсь, я вас заинтриговал, и стандартно приглашаю новых зрителей остаться на подольше, а в конце не забудьте подписаться и оставить свою оценку. Погнали смотреть новое видео с темой Майнкрафт-открытие. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что у меня есть свой магазин Майнкрафт-аккаунтов, где вы можете купить Майнкрафт по самой минимальной цене со 75 рублей с полным доступом. Прошу, приходите, покупайте, ссылочки найдете в описании. Начинаем наше видео с далекой версии Альфа 0.1.1 Первой версии карманного издания, выпущенной на всех андроид-устройствах. Знаете, что там было? Почти ничего! Из настроек была смена ника, которая нужна была, если ты играешь со своим другом по Wi-Fi. Настройки графики низкие, высокие, хотя они там вообще не надо были. Можно было установить сервер видимым и инвертировать ось Y. И больше ничего! Меню игры было очень тематичным и олдскульным. Три кнопки, присоединиться к серверу, начать играть и настройки. Только один режим игры, креативный. Мы могли изменить название мира и также вести сид мира. Но скажу вам по секрету, в этой версии еще не было своего генератора карт. А в файлах игры вы могли найти 10 миров, которые уже были предначертаны самим ночем. И выбирались они при создании мира рандомно. Хотите узнать, сколько блоков было доступно? 29 блоков! Два предмета в виде лестницы и факела и 5 видов растений. Два из которых это грибы, двое это цветы и сахарный тростник. Хотбар имел всего лишь три слота. Не девять, как мы привыкли видеть, а всего лишь три. Три, Карл! Три слота для предметов. Мир был ограниченным. Я не могу точно сказать, сколько было блоков, но что-то мне подсказывает, что примерно 512. Вот такой была первая версия Майнкрафта на Android. Перейдем к версии Майнкрафта Альфа 0.5.0. Она вышла 15 ноября 2012 года. С уверенностью могу сказать, что это одна из лучших версий Майнкрафта. Кто в ней играл, может это подтвердить. Если вы играли, напишите мне про это в комментариях. У нас было много блоков. В креативном режиме и в инвентаре мы имели 56 слотов с предметами. Плюс к этому всему, эксклюзивно для командного издания был добавлен ядерный реактор. С помощью него мы могли попасть в мини-нижний мир. Это было просто великолепно. Думаю, у многих от фактов сейчас покатилась скупая мужская слеза по щеке. Ибо вы помните то время, мы не могли активировать толком этот ядерный реактор. Злились, молились, чтобы у нас все получилось. Мне, если честно, даже хотелось телефон разметь после очередной попытки. В этой версии уже присутствовал режим выживания. Мобы такие, как зомби, криперы, скелеты. И обычные мобы типа коровы, овцы и свиньи. В то время нам от Майнкрафта больше и не требовалось. У нас был тот Майнкрафт, за который мы все его полюбили. Мне очень обидно это признавать, но раньше Майнкрафт был лучше. Кто со мной согласен, ставьте лайк и напишите про это в комментариях. А теперь мы перейдем к Майнкрафту, который перевернул все с ног до головы. Этот Майнкрафт был максимально приблажен к Майнкрафту на ПК. В нем было почти все. Деревни с жителем, но увы, они были просто мобами, торговать с ними нельзя было. Были добавлены все существующие на тот момент версии для ПК-мобы, все виды инструментов и оружия, все данжи, цикл дней и ночи в креативном режиме игры. Этот Майнкрафт был более-менее нормальным. Но моджинги решили пойти дальше и обновлять наш Майнкрафт еще и еще. Хотите узнать мое мнение, мое заключение? Я не против обновлений. Я даже больше скажу, я их фанат. Но если взять версию карманного издания, я хотел бы, чтобы этот Майнкрафт был эксклюзивным. Таким, чтобы я мог играть, скажем, в две разные, но похожие друг на друга версии. Но увы, начиная с 2016 года, карманное издание Майнкрафта стало быть обычным. И таким же, как и на ПК. Были потоки сделать его эксклюзивным, с новыми блоками, которые будут только на телефонах. Но черт, блин, да вы все знаете историю с блоком наблюдателя, который изначально должен был быть только на телефонах, но позже был портирован и добавлен в ПК-версию. Все. На этом все. Надеюсь, я смог донести свою мысль до вас, потому что у меня уже перегорает. И напишите, что вы думаете. Если вы согласны со мной, то влепите лайк. Но самое главное помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. И еще услышимся. Майнкрафт по-новому. Майнкрафт по-новому. Майнкрафт по-новому. Майнкрафт по-новому. Майнкрафт по-новому. Майнкрафт по-новому.